Привет всем неравнодушным! К свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Сентябрьская конференция Apple и новые революционные продукты. В погоне за рынком Android. iPhone 6 и iPhone 6 Plus представлены официально. Новая глава в истории Apple. Компания показала Watch. Ну а далее в программе расскажу о новых классных функциях приложения фото в операционной системе iOS 8. А также поделюсь впечатлениями от мобильной игры BioShock. И напоследок поведаю о том, как с помощью мобильного приложения оптимизировать свою школьную жизнь. Ну а пожалуй на сладкое. На этот раз оставлю репортаж из лондонского Apple Store. Погнали! Ну что ж, а начинаем как и всегда с самого главного. С новостей. Минувшей неделе запомнилось по-настоящему большим количеством интересных событий, произошедших как с компанией Apple, так и в целом всем техномиром. Так что поверьте, есть о чем рассказать. Новые яблоки уже созрели. Компания Apple представила iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Стоит признать, что выглядят новые смартфоны абсолютно идентично прототипам, мелькавшим ранее на просторах интернета. Диагональ дисплея iPhone 6 теперь составляет 4,7 дюйма, в то время как у iPhone 6 Plus все 5,5. Оба устройства получили новые 20-нанометровые процессоры Apple A8, вычислительная мощность которых возросла на 25% по сравнению с предыдущим поколением. Показатель прироста графики составил порядка 50%, что отныне обеспечит высокую производительность в наиболее тяжелых играх. Разрешение экрана iPhone 6 теперь составляет 1134 на 750 пикселей, в то время как у iPhone 6 Plus Full HD 1920 на 1080. И да, это Retina HD дисплеи нового поколения. Камера в обоих моделях iPhone осталась прежней, все те же 8 мегапикселей, однако здесь используется сенсор нового поколения, который должен обеспечивать лучшее качество съемки в условиях недостаточного освещения. Прибавьте к этому еще и возросшую в два раза скорость автофокусировки и оптическую стабилизацию у iPhone 6 Plus. Стоит также упомянуть и о незначительно возросшем времени автономной работы 4,7-дюймового iPhone 6. К слову, продажи новых моделей iPhone стартуют в России уже 26 сентября, а минимальная стоимость составляет 32 тысячи рублей, так что готовьте свои денежки. Долгожданный носимый гаджет или новая глава в истории Apple. Минувшая презентация яблочной компании принесла не только сладкие плоды, но и весьма неожиданные сюрпризы. Конференция Apple, прошедшая 9 сентября в здании Flynn Center, смогла порадовать журналистов и приглашенных представителей высокой моды не только новой итерации яблочного смартфона, причем показанного сразу в двух экземплярах, но и в том числе по-настоящему удивить продуктом из абсолютно новой товарной категории – носимых гаджетов. Долгожданные смарт-часы получили до боли простое название – Watch. Просто Apple Watch. Гаджет обзавелся обтекаемым прямоугольным корпусом в совокупности с сужающимся по краям сенсорным дисплеем ретина. Говоря о матрице, установлена здесь, увы, IPS. Однако плохо это или хорошо, судить пока все-таки рано, стоит дождаться первых тестов. Что касается интерфейса, то тут все не совсем обычно. Своего рода гигантский рабочий стол с огромным количеством иконок, объединяющих приложения одной тематики. Перемещаться между ними, к слову, можно не только с помощью привычных жестов, но и в том числе используя специальное многофункциональное колесо прокрутки, выполненное в виде заводной головки и расположенное на правом торце гаджета. Кстати, на пару с единственной кнопкой Home. Говоря о других интересных особенностях Apple Watch, стоит упомянуть о наличии беспроводной магнитной зарядки а-ля MaxSafe и функциональных возможностях полноценного фитнес-трекера. Также стоит упомянуть о том, что часы будут иметь два варианта размера корпуса – 38 и 42 мм. Купить же часики вы сможете по цене от 350 долларов за самую дешевую модель. Выбрать, кстати, сможете из трех разных версий – стандартный Watch Edition, спортивный Watch Sport и золотой Watch Gold. Отличаются они в основном материалами исполнения корпуса – алюминий или золото. Говоря о минусах продукта, стоит упомянуть об отсутствии разъема миниджек для подключения наушников и полноценного водонепроницаемого корпуса. Увы, но ограничились здесь лишь влагозащитой. Да и про время автономной работы на презентации также не упомянули. По словам Тима Кука, это самый персонализированный девайс из всех, что они когда-либо делали. Ну, не мудрено ведь к своим Apple Watch вы сможете подобрать огромное количество сменных ремешков с самыми разными застежками и выполненные из самых разных материалов. Есть вот даже такой кольчужный. Но не спешите пока тратить деньги, ибо выйдут часы только в начале 2015 года. Вот так вот. Ну а новостях на этом все, так что едем дальше. Бесспорно нельзя не признать того факта, что с приходом 8-й версии iOS поменялось в мобильной операционке действительно многое. И хотя на первый взгляд каскад внесенных изменений не так уж сильно бросается в глаза, тем не менее это нисколько не умаляет того факта, что проделана была действительно огромная работа по улучшению не только внешнего, но и внутреннего облика системы. В частности, сегодня речь пойдет о новых интересных фишках штатного приложения фото, которые, к слову, благодаря усилиям разработчиков, теперь вполне можно считать по-настоящему классным фоторедактором в кармане любого мобильного фотографа. Однако начну с весьма печальной новости. С приходом новых версий компьютерной и мобильной операционных систем iOS 8 и OS X10 Yosemite, компания Apple отказалась от дальнейшей поддержки фирменного фоторедактора iFoto. Словом, пойти на этот шаг компанию вынудило простое понимание того, что программа стала неактуальна в современных реалиях. Но нет худа без добра и распрощавшись с iFoto на обеих платформах, компания попросту перенесла часть функций в системные приложения фото. Отныне кнопка «Изменить» в правом верхнем углу вашего устройства таит в себе гораздо больше полезных фич, чем когда-либо. Так, помимо привычного кадрирования фильтров и автоулучшения, пользователям наконец-таки стала доступна возможность полноценного редактирования снимков. Причем провести можно как максимально тонкую, так и довольно простую работу. Если вы небольшой профессионал и ковыряться с тенями, экспозицией и насыщенностью большого желания нет, то достаточно будет просто покрутить ползунки в пунктах свет и цвет, пока не станет красиво. В подобном формате всю работу автоматически произведет само приложение. В свою очередь, для более тонкой настройки вашего снимка предстоит нажать на специальный значок, расположенный в правой стороне каждого из пунктов, для того, чтобы получить доступ ко всем инструментам редактирования. После чего останется лишь выбрать интересующие вас параметры и отрегулировать их по тому же самому принципу. Безусловно, стоит признать, что название самой необычной игровой трилогии современности претендует серия BioShock. Заключительная часть, получившая название Infinite, стала поистине шедевральным проектом, оставившим море неразгаданных тайн в сердцах сотен тысяч фанатов. Гадать связал ли Кен Левин оригинальный BioShock с заключительной частью трилогии, игроки будут еще долгие годы, но чтобы сделать это было как можно быстрее, предлагаю вновь окунуться в атмосферу манящих глубин подводного восторга. Правда, на этот раз с помощью своих мобильных гаджетов. В спойлеры сюжета вдаваться дело, конечно, совсем неблагородное, даже несмотря на то, что многие из вас наверняка уже успели не один раз пройти игру на ПК или консолях, но в целом рассказать об игровой вселенной тем, кто в танке, конечно, думаю, определенно стоит. Действие BioShock разворачивается в 1960 году, где главный герой по имени Джек в результате авиакатастрофы, произошедшей над просторами Атлантики, попадает в подводный город Пасторг, некогда выстроенный миллионером Эндрю Райаном. К слову, заварушка вся происходит из-за открытия вещества под названием Адом, давшего людям сверхспособности и в итоге поспособствовавшего расколу некогда идеального общества в подводном городе. Управляя Джеком, игроку предстоит обследовать заброшенные и населенные враждебными мутантами уровни Восторга, между тем прослушивая аудиозаписи и радиопереговоры с немногочисленными дружественными персонажами. Но хватит на этом о сюжете, пора переходить к конкретным темам. Благодарить или ругать за проделанную работу по портированию икры на наши с вами портативные хендхелды стоит подразделение студии 2K. Почему благодарить? Ну, хотя бы потому, что крупные проекты на мобильных устройствах всегда отдельный повод для радости, да и вообще, черт возьми, да это же старый добрый биошок. Уникальный арт, философский сюжет, шутер неплохой в конце концов. А вот почему ругать? Ну, здесь все на самом деле более очевидно. Не знаю, какими именно руками портировалась игра, но пиксельно-мыльное мыло, говоря о картинке, это тот праведный максимум, который вы увидите на своих замечательных iPad Air и iPhone 5s. Наглаз от силы 360p плюс нередкие подлагивания. Чего уж говорить о том, что ветеранисты iPad 2 и iPhone 4s вообще не поддерживаются. Оптимизация? Не, не слышали. Но если бы все проблемы касались только графики. Увы, но скупость разработчиков не знает границ. Цена игры составляет немалых 469 рублей в магазине яблочных приложений App Store. На секундочку, в Steam ее можно купить почти за 100, причем с нормальной, не порезанной графикой. Подводя итог, скажу лишь, что биошок это все та же игра, выход которой на iOS мог бы стать событием. Но не в этот раз. Деньги тратить не рекомендую. Бесспорно можно сказать, что возвращение в школу стало истинным испытанием для любого школьника. Ну а как иначе? Снова привыкай к режиму, выполняй домашнее задание и элементарно возьмой и выкинь половину свободного времени из личной жизни. Ну раз уж никуда от этой участи не деться, то кроме как оптимизировать свою школьную жизнь, пожалуй, больше ничего и не остается. Ну а как это сделать максимально безболезненно и просто, с помощью своего самого часто используемого гаджета, расскажу прямо сейчас. Как ни крути, а живем мы с вами век стремительно развивающихся технологий. И когда образование не стоит на месте, размеренными темпами заставляя отказываться от многокилограммовых книг и переходить на электронные школьные журналы и учебники, с дневниками пока, увы, не все так радужно. Так что сегодня я предлагаю вам отличную возможность ознакомиться с альтернативной версией пресловутого школьного дневника. Приложение iSchool объединяет в себе все самые необходимые функции для быстрого и, что самое главное, удобного тайм-менеджмента вашего школьного дня. Помимо стандартных возможностей записи расписания уроков и ведения домашнего задания в удобном и доступном формате, приложение также предоставляет возможность создания заметок по любым предметам и контроля среднего балла. Добавить полученную оценку можно моментально, ровно так же, как и новые домашние задания. Кстати, в том числе и путем создания обычной фотки или записи через диктофон смартфона. К слову, о других интересных фишках. Приложение также сможет напомнить вам о начале следующего урока, сообщив название и номер кабинета, а также не забудет сообщить, сколько там осталось времени до его окончания. В общем, как говорится, стильно, модно, молодежно. Все самое необходимое всегда под рукой. Есть даже возможность моментально поделиться домашкой через социальную сеть ВКонтакте. Цена вопроса 99 рублей. В общем, я рекомендую. Что ж, сегодня у нас весьма необычный выпуск. Выход в офлайн, так сказать, показ народу. За спиной у меня находится Apple Store на улице Coven Garden в Лондоне. Это самый большой фирменный магазин корпорации Apple на планете Земля. Матовая сталь, столы из дуба и, конечно же, фирменная стеклянная лестница. Не знаю, как вы, а вот лично я уже в буквальном смысле горю желанием зайти внутрь святая святых для любого фаната Apple. Apple Store – это поистине удивительное место. Магазин, который как нельзя хорошо отражает логику компании Apple. Минимализм, скрытый в деталях, красота дизайна и удобство для любого посетителя. Побывать здесь мечтает едва ли не каждый фанат компании Apple и, надо сказать, далеко не спроста. Попадая в Apple Store, порой удивляешься, насколько продуманной и в то же время оригинальной бывает логика организации магазина. Тут вам не только огромные стенды с гаджетами, но и квалифицированная поддержка со стороны сотрудников в формате Genius Bar. Специальные обучающие тренинги, посвященные разнообразному цифровому контенту, а также функциям и особенностям продуктов Apple. Возможность напрямую ознакомиться с интересующими вас гаджетами и даже специальные детские зоны. К слову, мне удалось побывать в лондонском Apple Store, расположенном на улице Covent Garden. На данный момент он является одним из самых крупных розничных магазинов компании в мире. Площадь его поистине огромна, занимает он ни много ни мало три этажа. А само собой, найти здесь можно абсолютно всё, начиная с огромного количества разнообразных аксессуаров, акустических систем, музыкального и офисного оборудования, а также непосредственно техники Apple. Но в первую очередь любопытна история самого магазина. Например, на его постройку ушло больше 30 миллионов долларов. Стоит взять во внимание и тот факт, что отреставрированный переделан был абсолютно каждый квадратный метр здания, построенного ещё в 1877 году, где впоследствии и расположился Apple Store. Его строительство длилось почти 18 месяцев, но даже несмотря на это, магазин успел застать времена продаж iPhone 4 и даже iPad первого поколения. Подводя итог, признаюсь, посещение Apple Store оставило в моей памяти потрясающее впечатление, ведь пройти под сводом огромных дверей, увенчанных логотипом Apple, и самому подняться по знаменитой стеклянной лестнице стоит поистине многого. Ну что ж, а на этом всё. С вами была еженедельная информационно-развлекательная программа High Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, напомню, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании «Город». Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока!